Мария Воронова. «Угол атаки». Москва, издательство «Эксмо», 2022 год. Читает Мария Лутовинова. Предисловие. Несколько лет назад, собирая материалы для книги, я случайно узнала о посадке гражданского самолёта на Неву. Интересно, что, прожив в Санкт-Петербурге почти 50 лет, я никогда не слышала об этой истории. Итак, 21 августа 1963 года самолёт Ту-124 с экипажем в составе командира воздушного судна КВС Виктора Яковлевича Мостового, второго пилота Василия Григорьевича Чеченева, штурмана Виктора Царёва, бортмеханика Виктора Смирнова, бортрадиста Ивана Беремина, бортпроводников Александры Александровой и Виктора Харченко совершал рейс из Сталина в Москву. После взлёта передняя нога шасси не убралась, и самолёт был направлен на запасной аэродром в Ленинград для выполнения там посадки с неисправной передней ногой шасси. Пройдя контрольный пункт Кикерина, Ту-124 продолжал полёт в окрестностях аэропорта с целью выработки топлива до остатка, определённого для посадки с выпущенной передней ногой шасси. Через три часа полёта остановился сначала левый, а потом и правый двигатели, запустить их вновь оказалось невозможно. Благодаря профессионализму и выдержке экипажа самолёт благополучно совершил вынужденную посадку на Неву между Финляндским и Большоохтинским мостом. Подоспевшим к месту приводнения катером северо-западного речного пароходства капитан Юрий Поршин, он был отбуксирован к берегу, эвакуированный находящийся на борту пассажиры и экипаж. Погибших и пострадавших не было. В дальнейшем пилотов не наказывали, но и не наградили. Широкой огласки происшествие не получило. Одним из тех, кто встал на защиту командира воздушного судна, которого хотели отдать под суд, был известный писатель Василий Ардамадский. Его участие и активность спасённых пассажиров помогли экипажу избежать уголовного преследования и продолжить лётную работу. На меня эта история произвела очень сильное впечатление. Я долго мечтала написать о ней и, наконец, решилась. Прежде всего, хочу обратить внимание читателей, что это не хроника, а художественное произведение, написанное по мотивам тех событий. Время действия перенесено на 20 лет вперёд, допущены другие неточности, но главное, что члены экипажа ТО-124 не являются прототипами персонажей этой повести. Мария Ворнова. Часть первая. Апрель. Весеннее солнце подмигивало в окно кабинета, по радио обещали благодать, и Ирине захотелось на дачу. Как там сейчас должно быть хорошо, светло и ясно, а от распускающихся листочков пахнет юностью и первой любовью. Строго взглянув на солнце, которое дразнило и звало на улицу, как подружка-хулиганка, она сказала, «А Ира гулять не выйдет. У неё двое детей, которых в холодный дом тащить нельзя, а оставить не с кем». Вечером она предложила Кириллу в выходные съездить на дачу самому или в компании Виктора Зейды, которому, кстати, будет где провести время со своей тайной возлюбленной Яной. Но муж внезапно позвонил не закадычному другу, а Гортензии Андреевне, и та геройски согласилась посидеть с детьми, пока супруги не менее геройски готовят дачу к летнему сезону. Ирина бросилась сразу и собираться, и готовить обед на выходные, и наводить порядок, чтобы Гортензия Андреевна не имела повода думать, будто она не идеальная хозяйка. И, как ни странно, преуспела по всем трем направлениям, после чего упала в кровать, как подкошенная, а в семь утра уже дремала в электричке, склонив голову на плечо мужа, широкая, но весьма жёсткая и неудобная. На даче зима только-только отступила. В канавах и в густой тени высоких елей ещё лежали островки серого в чёрную крапинку снега, и новая трава ещё не закрыла прошлогодней, а только пробивалась сквозь неё трогательными беззащитными иглами. Войдя в тёмный стылый дом, Ирина зябко повела плечами и пожалела, что приехала, но Кирилл сразу затопил печку. Дрова, оцаревшие за зиму, долго не хотели разгораться, потрескивали и шипели. Но вскоре огонь занялся, заговорила о чём-то быстро и убедительно, потянула дымком, и сразу стало уютно и хорошо. Ирина распахнула тяжёлые занавески на окнах, вымыла полы и отнесла одеяло с подушками проветриться на санцепёке. Немного подумала, не сделать ли того же с постельным бельём, которое, выстиранное и выглаженное осенью, после зимы всё же отдавало немного затхлостью, но решила не халтурить, а как следует пройтись утюгом по простыням и пододеяльником. Ожидая, пока утюг разогреется до нужной температуры, Ирина вдруг подумала, что подготовка дома к дачному сезону ассоциировалась у неё с какой-то штурмовщиной, героическим и непосильным трудом на пределе всех сил человеческих. И теперь, когда выяснилось, что это не так, она чувствует себя виноватой, то ли лентяйкой, то ли полной дурой, не видящей фронта работ. Но раз уж серьёзных дел больше нет, и печка прогорит как раз, когда она догладит, надо мчаться домой, освобождать гортензию Андреевну. Впрочем, гладила она тщательно и не торопясь. Просто не были ветхие, без пяти минут тряпки, но старая учительница подарила им новую жизнь, виртуозно нашив заплаты на прорехи и самые стёртые участки. От этого некоторые постельные принадлежности стали напоминать полотна приверженцев кубизма или политическую карту Африки, где многие границы представлены прямыми линиями, но спать на них удивительным образом оказалось приятно. Ирине совсем не хотелось разрушить творчество гортензии Андреевны неосторожным движением утюга. Вот она и старалась. Работа спорилась, печка хлопотливо шумела, зимняя стужа под утюгом испарялась без остатка. В магнитофоне на подоконнике задушевно пел Тоту Кутуню. Ирина вторила ему, пытаясь разгадать смысл песни на основании скудных знаний латыни, которые она получила в университете. И мысли в голове витали дачные, простенькие и ясные, как солнце за окном. Субтитры создавал DimaTorzok